Привет! Меня зовут Юрис Эрнберг. У меня есть свой канал на ютубе. Я уже 5 лет как эмигрировал в Германию. Я снимаю разные лайфхаки в Германии, как прожить, что купить, где, чего стоит. Все показываю. Также снимаю разные встречи с интересными людьми, вылеты на дронах, показываю какие-то красивые места, путешествия, октоберфест и всякое-всякое другое. Если вам интересно, переходите по ссылочке и подписывайтесь на мой канал. Буду вас очень-очень ждать. Пока, ребята! Приветствую на канале, друзья! С вами Белогор. Значит, сегодня мы поговорим о шаттле Challenger, который взорвался в 1986 году. Я думаю, все слышали про космическую программу США под названием Space Shuttle. Это была программа запуска космических самолетов, многоразовых челноков для исследовательских и транспортных целей в космосе, которые могли бы сами потом садиться на взлетную полосу аэродрома. Они падали в моря и степи, как обыкновенная жестяная банка, что практикуется по сегодняшний день. Как ни странно, да? Challenger — это был второй построенный шаттл из пяти шаттлов. Первый был Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis и Endeavor. Чтобы было понятно, шаттл — это ракета с крыльями, которая выглядит как самолет. Садится как самолет, но взлетает с места вертикально вверх. Шаттл Challenger взорвался в 1986 году. Итак, что нас интересует? В 1986 году произошел взрыв ракеты на 73 секунде полета. Погибло семь членов экипажа. Это официальная версия на Википедии. В Википедии расписана полностью история, как взорвался Шаттл Challenger. Была специальная комиссия создана по этому поводу, которая расследовала детали происшествия. Выяснилось, что там какие-то неполадки были с какой-то прокладкой, которая в итоге там повлияла на то, что взорвался бак. Взрыв все видели, экипаж официально погиб. Его похоронили, выдали пару медалек. Президент на камеру пустил слезу. Тема закрыта. Но тема была закрыта до 2015 года. Потому что в 2015 году кто-то слил информацию в сеть, что все члены экипажа сейчас живы, трудоустроены и отлично себя чувствуют в качестве нормальных членов американского общества. Работают в престижных компаниях, зарабатывают свои деньги и даже имена свои они не стали менять. Оставили свои мертвые инициалы. Хотите посмотреть на призраков из могилы экипаж Челленджера? Семь людей, пять мужчин и две женщины. Командир Фрэнсис Ричард Скуби. По центру внизу. Второй пилот Майкл Джордж Смит. Слева от командира. Научный специалист Элисон Унизука. Японец. Слева. Научный специалист Джудит Резник. Справа. Научный специалист Рональд Макнейер. Справа. Специалист по нагрузке Грегори Джарвис. Специалист по нагрузке Шеннон Макколев. Сверху между мужчинами. Вообще, она была учительницей в школе. Но для ее придумали какую-то левую должность на корабле. Специалист по нагрузке. Наверное, потому что она и была нагрузкой. То есть, история этой женщины. Ее якобы выбрали. Она была учительницей в какой-то там школе. И ее якобы выбрали сотрудники НАСА. Для того, чтобы показать, что вот каждый человек, в принципе, может попасть в космос. Собственно говоря. Потому что это очень легко. И ничего здесь такого нет. Никакой здесь конспирологии. Ничего здесь нет. Создать иллюзию того, что в космос попадает не только масон-космонавт. Который имеет посвящение в масонском ордене. А то, что в космос может попасть любой абсолютно случайный человек. Значит так. В интернете нашли этих людей. Которые прекрасно себя чувствуют. Они живы. Конечно же, они составились с того момента. Примерно на 30 лет. Значит так. Теперь по пунктам. Первая. Командир. Фрэнсис Ричард Скуби. По центру внизу. Справа от него Ричард Скуби. Бессменный глава рекламы и компании Chaos Entries в Иллинойсе, США. Батрачит там уже 10 лет. Второй пилот. Майкл Джордж Смит. Справа от него профессор Майкл Джордж Смит. Университета Висконсина в Мэдисоне, США. Специальность промышленная и системная инженерия. Вот значит он. Один и тот же человек или нет. Кто скажет. Ну да, немножко нос отличается. Может быть нос ему подделали. Но инициалы тоже самое у него. Те же самые инициалы. Единственное, что у них во всех дата рождения. То есть у них сменена дата рождения. Невооруженным взглядом видно, что это один и тот же человек. Абсолютно. То есть только он немножко постарел. Во всех из этих людей, приведенных в этом видео, есть официальная подтвержденная информация, что они трудоустроены. У них есть свои социальные сети. Они множество раз засветились на разных сайтах. Научный специалист Элисон Унизука. Японец. Слева. Справа от него его брат-близнец. Ну конечно. Клод Анизука. То есть здесь начинаются уже близнецы. Человек-близнец. Ну естественно он похож, потому что он близнец. А вообще, скорее всего, это один и тот же человек. Первый американо-японский астронавт Челленджера. У которого идентичный брат-близнец. Значит так. Работает в алкогольном контроле на Гавайях. Куда его заперли, да? На Гавайях прям алкогольном контроле. Ну ладно, хорошо. Значит, четыре. Научный специалист Джуди Трезник. Справа на групповом фото. Справа на фото Джуди Трезник. Профессор в Ельском университете. А также актриса в фильмах. Фейер Гейн, Борн Сюр Вериор, Американ Хэроу. Значит так. Эта женщина даже актриса. Вот в чем дело. Она здесь профессор в Ельском университете. Если посмотреть, то она очень похожа, только постарела немножко. Но тут она какая-то более подзаярелая была. Если посмотреть на фото, нос точно такой, абсолютный рот точно такой. Это один и тот же человек. Значит пять. Научный специалист Рональд Макнейр. Справа на групповом фото. Справа его брат-близнец. Карл Макнейр. То есть у нас уже совпадение. Из семи человек два близнеца. Два близнеца из семи человек членов экипажа Челленджера погибшего. Значит так. Майкл Макнейр. Автор, консультант по образованию. Работник. Почетный президент фонда имени самого себя. В честь самого себя. То есть фонда Рональда Макнейра. Значит так. Два года проработал по специальности. Потом 23 года ездил с лекциями, читая от фонда имени самого себя о науке и космосе. Интересно, конечно. Он брат-близнец. У него якобы он даже держит фотографию. Где показывает экипаж Челленджера. Значит так. И позиционирует себя как брата. Вот этого человека. Интересно, конечно. Вот это именно то, о чем я и говорил в своих видео. Что нужно все сделать как бы у масонского ордена. У него все сделано по красоте. Лучше всего скрыть какую-то правду. Это выставить ее на показ. Специалист по нагрузке. Грегори Джарвис. На фото. Сверху на фото. Он не найден под своим именем и фамилией. Может быть умер. Может поменял инициалы. Это единственный человек из экипажа, которого не удалось найти. Что я хочу сказать. То, что эти люди особо не прятались. Большинство из них находятся в Америке. А они даже не поменяли свои фамилии. Ну это абсолютная какая-то шарлатанство. Значит так. Всем. Специалист по нагрузке Шеннон Макколиев. Сверху на фотографии. Была учительница истории в школе. Прошла национальный отбор. И должна была провести первый урок с орбиты над землей. Справа Шеннон Макколиев. Профессор университета Сиракуз в США. Итак, что у нас в итоге. Январь 1986 года. Взорвался шаттл. Все это видели. Погибли ли люди или нет. Конечно же не погибли. Людей в нем скорее всего и не было. По крайней мере тех, которые официально заявлены мертвые. Потому что 6 из 7 с теми же именами и фамилиями живут и работают на серьезных работах. Не скрывают. Не избегают публичности. А даже наоборот. Одним словом ведут нормальную активную жизнь. Либо это просто 16 совпадений у 6 людей одновременно. Может такое быть или нет. Давайте с вами решим. Имя Ричард совпадает. Фамилия Скуби совпадает. Внешность Ричард Скуби плюс 30 лет. Совпадает абсолютно. Это первый человек. Второй человек. Имя Майкл совпадает. Фамилия Смит совпадает. Внешность Майкл Смит плюс 30 лет. Совпадает или нет? Абсолютно совпадает. Профессия астронавта. Инженер. Профессия живого человека. Профессор инженерии в университете Висконсина у живого Майкла Смита Значит так, третий человек Японский брат-близнец Клод с идентичной внешностью Плюс 30 лет, как и у погибшего астронавта Эллисона Анизу совпадает двое близнецов в группе 7 человек Американский брат-близнец с идентичной внешностью Плюс 30 лет, как и у погибшего астронавта Рональда Макнейра Совпадение два близнеца в случайной группе из 7 человек Значит так, следующее имя Джудит совпадает Фамилия Резник совпадает Внешность Джудит Резник плюс 30 лет Профессия астронавта инженер-электрик интересовалась ораторским искусством Профессия живого преподавателя права в Ельском университете Публичные выступления на судах Следующий человек, имя Шеннон, фамилия Макколи Совпадает профессия астронавта учитель Профессия живого человека преподавателя права в Сиракузском университете Совпадает Как говорится в народе Один факт случайность, два факта совпадение Три факта закономерность А у нас здесь совпало 16 фактов Значит, вывод какой? То есть мы понимаем, что люди эти на самом деле оказались живы Запланированное явление, запланированное мероприятие Которое было сделано с определенной целью С какой целью? Непонятно Я приверженец того, что НАСА и вся космическая программа Это полнейший фейк, я так думаю То есть, ну у меня такое мнение на самом деле В этой глобальной постановке были задействованы очень высокие круги Скажем так, вплоть до президента Америки НАСА, президент Америки НАСА непосредственно подчиняется президенту Америки Никому, кроме как президенту Америки Поэтому я думаю, что все об этом знали Как бы это было запланированное мероприятие Я думаю, если бы челнок там не взорвался То якобы, ну эти люди остались бы живы якобы Их карьера бы продолжалась как космонавтов То есть и на самом деле То есть может быть это было явление случайным Незапланированным, но людей на челноке не было Во всяком случае, вот этих людей, от которых заявлено Их не было просто-напросто Может быть там другие были какие-то люди, которые погибли в то время Непонятно Ну, а с вами был Белогор Всем спасибо за внимание Подписывайтесь на канал, если вам понравились мои видео Комментируйте мое видео Что вы думаете по этому поводу Я хочу услышать ваше мнение Всем спасибо за внимание И пока